Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 874. События дня. Третья царь, 146. Я грозный посланник к Тебе. За 8 мая 2018 года. И вот здесь оформлена переписка с СД. Пока есть возможность, вот это зарядите себе, вот она дается крупным. И посмотрите, очень интересно, какие добрые отношения были с одним человеком, и как сатана все разрушил. Потому что человек допустил злобу, подозрения, лукавство, хитрость и все. Сирахов 37.2. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? Это урок. Ксения, Игнать Тихонович, хотелось спросить, в этом году сорокалетие Хиротония отца Иоакима, а какая точная дата этого события? Отвечая в Диакона, сорокалетие было 14 января 2018 года, а в пресс-фитере только будет 3 февраля 2019. Ну, это уже ушло. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Тихонович, всякий раз, считая священное писание, автоматически фиксируются места, какие я способен увидеть, которые можно и нужно применить или, напротив, не нужно в беседе с сектантами. Хочу спросить вас о значении слова «церковь». В Новом Завете несколько мест заставили меня озадачиться. Встречается написанное с большой буквы и с маленькой. С большой значение исключительно в единственном числе, понимая в таинственном значении, как тело Христово. С маленькой встречается во множественном числе. И понимается, как собрание верующих христиан, как общины. Но вот есть одно место, деяние 11.26. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Употребленное в церкви просчитывается в современном значении, то есть в храме. Иначе было бы собирались с церковью, если собранием. Во всех других местах можно просчитывать, подставляя собрание. Верно ли такое понимание? Верно, но надо добавить, что и к этому-то апостольские времена, понятие какое было. Церковь – это именно собрание. И собирались когда-нибудь в том месте, где люди есть. Само это место, оно получается так, на храм церкви. Это мы не один раз потом встретим. Не один, везде, говорится, собирались. Разрушили. Ну, тут один мне пишет. Я уже скрываю людей некоторых под вопросами, потому что, зная, на них эти изверги нападают. Ничего не имеющие. Превратившиеся как бы в демонов, люди настолько злобные. И всякую пакость, мерзость собирает. Где про меня кто сказал? Ну и что сказал? Отвечать же за это придется. У них что-то есть? Нету. Есть какие-то ресурсы? Я могу зайти и посмотреть. Да ничего там нету. Они только где-то воруют. Отвержены люди без имени, а три без земли. Из-за них приходится людей скрывать. Вот одна сестра тут и сказала, говорит, а меня не прячь, а открыты. Дескать, пускай заходят, я им отвечу. Один человек на земле, кто меня по-настоящему любит. Это вы, Игнатий Тихонович? Вот это да. Вот это вообще выделить надо. Я сразу понимаю, любит. Он был здесь, надо же так, и на всем себе, и на земле. 1 Иоанна 3,20. Это я кому-то отвечаю. Ибо если сердце наше осуждает, то кальми паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. 1 Иоанна 4,4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Ну, кто в нас? Дух Святой, Христос, а там сатана. Иродиада, прелюбодейка, требует главы Иоанновой. Экклесиас 7,5. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть. И сердце ее селки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Псалом 68,3. Если такие слова, это означает человек, который пишет, что-то связанное с женщинами, или развод там, или еще что-то был. Ну, такое, что связано. Это не просто так я беру эти места. Сейчас припоминаю, кто же там под вопросом у меня. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Псалом 68,15. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Главное, тину знает, откуда там, то есть это пруд, а там нарастает тина, движения воды нет никакого-то. Я поплыл через нее. Я не... Ну, там трава такая растет, там как сеть-то. Она мне намоталась на руки, на ноги, и я стал тонуть. Уже начал воду хлебать. А рядом оказался сосед. Он даже не заметил, что я тянул. Просто рядом был, и меня подтолкнул. Видите, что-то я хлюпаюсь на одном месте-то. А он высокий ростом был. Теперь уже умер. Спасибо, Господи, Николая. А мне-то было в то время, может быть, лет шесть. Думаю, так. Вот. Плавал хорошо и поплыл. Я стал бояться тадатина. Отвечаю Иоанна. Первое послание 4, 5. Они от мира, потому и говорят по-мерзки. И мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины, духа заблуждения. Как? По себе. Если ты настоящий христианин, то к тебе такие потянутся. А злодеи, они сразу высветятся. Даже какое-то время бывает в друзьях, а ничего им не сделать. Они хулить, начинают, что видят, поносить бесовщины. То, другу, ты себя похуливший духа святого. По всей вероятности. У них ни страха, ничего нет. И показать ничего не могут. Бывает, из сектантов приходят где-то, делаются такие ярые защитники глупостей православных. Ну, одержимость. Второе Петра 2, 2. Многие последуют их разврату. И через них путь истины будет поношение. У Павла этого хватало. А как реагируют? Благодарение Богу за всё. У них такая роль выпала. Разврат. Второе Тимофея 4, 3. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Я не православный, я никому не принадлежу. А такого нету. И уже смотришь, уже с врагами соединился. И подыскивается, клепает на тебя. Ну, а говорил же, никуда не пойдёшь. Всё. Полоток долой. Развод и всякая пакость. Ну, страха Божия нету. Ни защиты святых, которые молятся. Будет время. Оно и тогда было, как бы дальше будет. Исайя 30, 10. Которые провидящим говорят. Перестаньте провидеть. И пророкам. Не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное. Предсказывайте приятное. Такая краткая жизнь. Это всё уходит. И уже никогда не возвратишься. И каждый день умирают около 100 тысяч человек. Я рано или поздно, я впишусь тоже в эту цифру. Ну, не вернуть, не поправить ничего нельзя. И такой жизнь. Ну, видно. Единственное качество у них развито очень сильно. Зависть. И она выражается в том, что уничтожить. От зависти Каин поднял руку на брата. От зависти. И завистью дьявола смерть вошла в мир. Дьявол-завистник. Что на его место, в те квартиры на небе, его жилища будут другие. И 1 Иоанна 3.20. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кальми паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает всё. Поэтому нет никакого оправдания. Господи, прости меня мои согрешения. Я пишу человеку, а думаю, становимся вместе на молитву. Это я ему утешение словами давал. А потом говорю, он сразу же откликнулся. Всё, стоим. Начинаю молиться. Сергей Пупков. Канон, запрещающий менять духовного отца, есть? Я отвечаю. Кавычки открыты. Щуждающихся собраний одной церкви не принимать и в другой церкви. Принявший отлучённых и сам добудет в ней общение, как производящий замешательство в чине церковном. Антиохийский собор. Правило 2. 341 год. Иначе мог бы любой гордый, непокоривый, отлучённый, запрещенный, согрешивший уходить произвольно к батюшке-любвисту найти, к более снисходительному, к грехам, экономисту. Это твой лечащий врач. Твой, может быть, духовный отец. А я пойду к другому. Ну, что из этого? Причина есть, если узнал, точно проверил. Отец Сергий просит молитвенной помощи. Кто-то там говорит, я уже тоже скрываю. Какие-то гонения на него воздвигают в патриархии. И тянут с назначением. То есть, он где-то без места оказался или что. Грамоты отпускной не дают. И место его служения всё ещё год, как неопределённо. Ну, что я отвечаю. Ежедневно все эти годы молюсь о нём. Немало того, что его не продали ещё в рабство нервисим там. То есть, он служил где-то. И что его не продали, не украли. Это уже немало. Дальше. Вот он по кому-то пишет. Дис отправляюсь с Алёшей. Сейчас ему звонил. Больше не присылаю второго. Собираемся выехать в июне. Это видно, кто бы к Володине, наверное, Пащенко я пишу. Если бы это было в Йемене или Саудовской Аравии, то там другие законы, охраняющие семью, и там женщину наверх не поставят зряшно. Ну, это, как правило, разведённым я пишу. Там бы один день наставили. Это даже мужчина, если не так, что он пишет, усятая Наталья, там его отпорят как следует и забудет об этих вольностях. Евгений Торопко. Христос воскрес. Мир всем. Кто хорошо разбирается в сайте «Во свете Библии», может скинуть ссылку на симфонию жития святых. Кто сможет скинуть ссылку, заранее благодарю. Евгений Тушенко Сергей сразу же скинул. Активный такой. Познакомились и столько помогает, и везде участвует. Так что, Сергей, будет возможность, бери жену и приезжай. Приезжай на крещение. Вот, в это время там побудем вместе. Крещение нынче 8 июля. Не июня, а июля. А можно приехать на несколько дней на День деревни. День деревни у нас нынче будет 3 июня. Там Л июля, а тут июня. Тут и митрополиту обещался вроде бы. Так что можешь приехать и поближе познакомимся. А дорога-то известная маршрутка там. До Барнаула-то доехал. А если напрямую, там все телефоны есть. Если не имеешь телефона, маршрутку сейчас скину. Мне только скажи. Подскажите, где есть все эти книги «Новый завет» и другие в форме. Но я не буду считать. Я эти слова-то не знаю. Смартфоны, что-то такое. Вот прочитайте и посмотрите, как переписывается. Виталий Калейников. Эти все форматы считаются на обычном компьютере, не хуже. Попробуйте в таком-то. А Роман Фрориков. «Спаси Христос вас, брат Сергей. Все открывается так, что хорошо читается. Надо залить на сайт «Восвязь и Библию» в формате такой-то». Во славу Божию, Сергей уже. Роман. Об этом нужно просить Игнатия Тихоновича. Перевести какой-то формат. Ничего делать не буду, Роман. Не умею. Не умею. Просите кого-то из братьев. Скачивайте. Не будет так. Екатерина Тинникова. «Письмо 89-е англичанину Чарльзу Б. На вопрос о личности Ганди». Вот она такой вспынула большой материал. Я его просчитаю. Как верующего человека вас мучает вопрос, что промысл Божий ждет отправления личности Ганди. Что означает появление этой необычной фигуры среди политиков и правителей нашего времени? Предупреждение Божие. Вот в чем состоит роль современного вождя индийского народа. Промысл предостерегает политиков и правителей всего мира, и христианских тоже, о том, что в политике существуют и другие методы, помимо интриг, лукавства и насилия. Политический метод Ганди совсем прост и очевиден. Он не требует ничего, кроме самого человека, вопиющего к Богу и слушающего его. Оружие, боеприпасам и армии Ганди противопоставляет пост. Интригам, лукавствию и насилию – молитву. Политическим раздором – безмолвие. Каким смешным и ничтожным это выглядит в глазах современных людей, не правда ли? В современных политических учебниках эти три оружия не упоминаются даже в примещаниях к тексту. Пост, молитва и безмолвие. Ну, на все учить. Мы в посте, молитве и безмолвие учат. Нам и ничего тут нового нет. Вряд ли найдется в Европе и в Америке политик, который без иронии посмотрит на эти три тайны индийского правителя. На три хрупких прутика против стали, олова и ядов. Почему? Ой, олова-то, что-то связано, видимо, со снарядами. Однако успехи Ганди с его тремя «волшебными» прутиками удивляет весь мир. Хотят они или не хотят, по политическим законодателям Англии и других стран придется ввести в новые учебники отдельную главу. Пост, молитва и безмолвие как мощное политическое оружие. Как вы думаете, человечество не станет счастливее, если эти методы некрещенного Ганди заменят политической науке методы крещенного Макиавелли? Но не столько метод индийского удивительный для мира, сколько сама личность, которая этим методом пользуется. Это христианский метод, древний, как сама вера, и новый, как нынешний день. Пример поста молитвы безмолвия показал своим ученикам сам Христос. Они передали его церкви вместе со своим личным опытом. А церковь передает его верным своим из поколения в поколение до нынешних дней. Пост – это жертва, безмолвие – самоуглубление, а молитва – воплик Богу. Вот три источника великой духовной силы, которая делает человека победителем в борьбе и праведником в жизни. Кто из людей не способен вооружиться таким оружием? И какая грубая сила может сокрушить это оружие? Конечно, этими тремя элементами христианской веры не исчерпываются. Они представляют собой лишь часть ее правил, ее неземных тайн. К сожалению, в наше время христиане пренебрегают многими из этих правил и забывают о чудотворных тайнах. Преобладают мнение, что побеждает только сталь, что тучи разгоняют только пушки, а излечивают только таблетки. Поэтому я думаю, что Господь по милости своей выдвинул Ганде не христианина, но служащего предупреждением христианам, особенно тем, которые умножают беды и несчастья своих народов, используя грубые и жестокие средства правления. И в Ангелии нам свидетельствуют, что Господь иногда прибегал к таким предупреждениям ради блага людей. «Ваша честь сразу же вспомнит, о чем я говорю, о римском сотнике из Капернаума» Матфея 8, 5, 13. С одной стороны, вы видите израильских вождей, которые похвалялись своим избраничеством и верой во единого Бога, но при этом отвергали Христа. А с другой – презренного римского язычника, того сотника, который с крепкой верой и сокрушением, припал ко Христу, прося исцелить его услугу. «Услышав это, сие Иисус удивился сему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры, а нашел где? В Индии». Лука 7, 9. «Христиане – это новый крещеный Израиль. Прислушайтесь, разве не обращается Христос в наши дни с подобными словами к совести христианских правителей, указуя на сегодняшнего сотника индийского? «Мир вам и здравия от Господа!» Миссионерские письма святителя Николая Сербского. Екатерина Тинникова послала это. Роман Фроликов. «Иисус Христос, слава ему, указывал на сотника, который поверил Иисусу Христу. Поэтому на Ганде, который не поверил в него, он не может указывать так, как указал на сотника. Здесь святитель ошибается, потому что тот, кто поверил в него, тот и в миллиарды раз выше по вере и по словам и делам веры, чем любой наидобрейший человек, не верящий в него». Елена Фауэр. «Надо же! Только посмотрела ролик про Екатерину, и она тут. Как отец Геннадий? Уже вернулся из путешествия?» Спрашивает. Вот этот новый вчера выставил материал с комментариями. Комментарии, они были в пятом томе, я их отдельно выбрал, разнес под разными цветами. Удобно. Комментарий нового Зетта Фейрлакта на тонкование трехтомных. И раскраска, почему была вот так. Ну, показать надо ресурсы, давно не показывал. Вот. Пожалуйста. Это мой мир. Есть еще страница, там я с голубем, туда можно не заходить, там копируют туда. Но переписка идет здесь. Очень люблю эту систему удобную. Ленточный форум. Вот так, 1600 тем. Тут стало меньше, у нас не увеличивается, а уменьшается. И еще православный видеоканал «Открытым уроком во свете Библии». Вот какое посещение. Сейчас надо обновление дать. Но оно не откроется через два перехода. Тогда вот так. Теперь надо сюда остановиться. Вот теперь видим события дня. Три человека. Ну, так, по одному. Вот. Дети. Вот тут, Игоря, двадцать человек прошло. Ну, время-то один час. Ночное время, спят все. Вот. Беседа. Сковороды. Четыре человека. А тут все по два. А златоусы считают, ни одного нету. Вот так. Еще где тут больше? Да нет. Вот златоус. Я считаю. Это я считаю. Тоже нету. Нету. Вот так. А вот уже вчера трехтомник ставил это толкование. Уже за ночь пришло 250. Вот так вот посмотришь. Ну, время показывает. Вот из Германии один беседовал с Владимиром. Уже 625. Вот так. Ну, и наш самый большой ресурс в Осетии Библии – православный библейский сайт. И вот здесь я беру неподготовленные, правда, дети. Тринадцатый пункт. И вот сейчас мы будем отсюда считать. Вопрос 1411. Пятый том открытым оком. Как правильно готовить детей к исповеди? Есть ли хотя бы примерные вопросы, по которым нужно обратить внимание на греховные дела? Ответ. Вот несколько основных вопросов, которые нужно уже дома внимательно разобрать с ребенком. Но это все механические действия, которые могут ни на иоту не продвинуть человека ко Христу. Приготовление детей к исповеди. Чтобы принять в себя тело и кровь Христову, то есть причаститься, нужно подготовить свое тело и душу. Для этого необходимо три дня не есть пищи животного происхождения, мясо, яиц, молока. А также испытать свою совесть, покаяться, осознать ваши грехи. Помогут примерные вопросы, которые мы вам предлагаем. Ну, немного вопросов, но все-таки есть. Вот я смотрю, сколько здесь придумали они. Тридцать семь приблизительно. Первый. Знаешь ли ты, чадо, что такое исповедь? Слушает сам Господь, Бог наш, здесь невидимо предстоящий. Жалеешь ли ты о том, что согрешил перед Богом, нарушив его заповеди? Совсем ли ты примирился, идя на исповедь? Молишься ли ты утром и вечером, до еды и после, до начала всякого дела и после него? Любишь ли ты Бога всем сердцем твоим? Не тратишь ли ты деньги на лакомства? Соблюдаешь ли умеренность в еде? Соблюдаешь ли посты? Не гордишься ли ты своими успехами в учебе, своими богатыми родителями? Восьмое. Не желаешь ли первенства во всем, чтобы тебя считали умным или богатым? Не любишь ли повелевать товарищами? Не произносишь ли имени Божьего напрасно и небрежно или в шутках? Не ропчешь ли на бедность своих родителей, не завидуешь ли богатым? Благодаришь ли Бога в болезнях и скорбях, знай, что все испытания посылаются Богом для на твоего счастья. После болезни ты будешь больше радоваться здоровью-то, а после страданий не будешь уже так горд и самонадеян. Не ленишься ли по воскресеньям и в праздники ходить в церковь? Не позволяешь ли себе разговоров и шуток, стоя в храме Божьем? Любишь ли ты считать Слово Божие, Евангелие? Это вот на первое место надо поставить было. Не любишь ли праздно проводить время? Праздность рождает много беззаконий, пересуды, насмешки, счастье, пиршество, хищение, ссоры, драки, обманы. Остерегайся праздности. Не проводишь ли время за компьютерными играми? Это грех. Ввели, наконец-то. Стараешься ли в приобретении знаний? Сознаешь ли, как полезно учение? Молишься ли Богу, чтобы Он помог тебе в учебе? Почитаешь ли ты своих родителей, не огорчаешь ли их, помогаешь ли им, чем можешь? Почитаешь ли ты пастыря духовных священников, ведь они служители Христову на земле? Почитаешь ли ты учителей, которые дают тебе знания? Почитаешь ли старших, не позволяешь ли насмешек над пожилыми людьми? Сознаешь ли ты избавляться от дурных привычек? Не имеешь ли привычки бронить неприличными словами? Не таишь ли на кого-либо ненависти, злобы? Утешаешь ли знакомых и товарищей в их бедах и горестях? Не мучил ли ты животных, не убивал ли их для забавы? Любишь ли ты других людей, как заповедовал Господь? Подаешь ли, что можешь бедным? Не допускаешь ли нечистых плотских пожеланий? Не согрешил ли более, чем пожеланиями? Береги свою душу и храни в чистоте свое тело. Не дружишь ли с ребятами, которые учат тебя дурным поступком и нечистым удовольствием пить, курить, табаку, употреблять наркотики, играть в карты, в шашки, в шахматы, в кости и совершать проще и греховные, опасные занятия. Не брал ли чего-либо без спроса? Вот понимаете, тут что скрыто он хотел бы сказать больше малых детей, ну не малых, только уже подростки. Какие грехи плоского вожделения? Вот надо, чтобы родители этим занимались, я не знаю. Не присваивал ли себе найденные деньги или вещи? Не делая этого, не навлекая на себя гнев Божий. Не лгал ли ты родителям, учителям, товарищам? Не подсказывал ли на уроках, обманывая этим своих преподавателей? Помни, что отец лжи дьявол. Не нарушал ли, когда данного обещания? Не осуждал ли кого? Не смеялся ли над недостатками товарищей? Не говорил ли дурного о родителях? Не бывает ли у тебя нечистых мыслей? Опять на то же. Не завидуешь ли ты, когда при тебе хвалят твоих товарищей? Дорожишь ли ты временем? Употребляешь ли его на добрые дела? На свое нравственное исправление? Не забывайте, что в день причастия с утра ничего нельзя, если пить. На воскресенье Христова. Душа моя, ликуй и пой, наследница небес. Христос воскрес, спаситель твой воистину воскрес. Так ад предсильным изнемог. Из гробовых верик, из ночи смерти сына Бог. И с ним тебя воздвиг. Из света вечного Господь сошел в жилище тьмы. Облегся в персть. Оделся в плоть. Да не погибнем мы. Неизрещенная любовь всех таинств высота. За нас свою святую кровь он пролил. Пролил. Какое-то слово не было. Он пролил со Христа, с креста. С чистейшей кровью своей нас падших искупил. От мук и гроба из сетей и власти темных сил. Христос воскрес, спаситель мой воистину воскрес. Ликуй, душа, он пред тобой раскрыл врата небес. Кихельбекер, 1797-1946, 49 лет жил. Пушкин знал его. Ну, конечно, знал. Они почти одногодки были. Его тоже наказали, Кихельбекера, за связи с этими декабристами. Вопрос 1575. Шестой том открытым оком. Воспитание юношества и, конечно же, детей с самого малого возраста есть самая трудная задача родителей государства. Если какие-то новые, хорошие и простые, доступные для понимания любого читателя книги, в продаже на подобную тему, что посоветуете считать? Ответ на эту тему – море книг. И всё можно выразить в одной фразе национальной идеи, объединяющей всех и доводящей до конкретной вечной цели. Это я сформулировал на Конгрессе интеллигенции так – «Дети, воспитанные во Христе». Это я ответы даю за кафедры в университетах. Есть книжки священника Алексея Грачева. Говорят, что это входит в серию «Истина и целомудрия». Дай-то Бог, чтобы там была истина и целомудрия, настоящая, а не наигранная. Сделаю разбор нескольких его книжек, выпущенных Даниловским благовестником. В 1999 году «Что необходимо знать каждой девочке?» Доверительные беседы о самом важном. 256 страниц небольшого формата, 35 тысяч экземпляров. «Что необходимо знать каждому мальчику?» 224 страницы – это же и для матерей. Он врач-педиатр. Во всей книге чётко прослеживается, что он хочет только добра. И ни в чём он не погрешил против традиций православных, потому и такой тираж великолепный. Но авторитет Библии батюшкой не устанавливает. Мест писания мало совсем. Всё строится на целесообразности и целомудрии. Фанатикам скучно читать его книги. Вот 35 тысяч – это уже много. А вот у меня старые книги тут приносят иногда. Ну, они в библиотеке с печатями, там, в библиотеке жгли кучами. И всё. Меньше 100 тысяч, кажется, нет экземпляров. 200, 300, 500, и даже встретилось миллион. Но это небольшие такие, чуть ли не буклеты. А один врач-педиатр во всей книге чётко прослеживается, что он хочет только добра. Вот так. Страница 79. «Выпьем за папи на здоровье». Эта фраза так вписывается во всю обстановку страны. И дети выпивают, пока лимонад, но чёкнуется стаканчиками. Чёкнуется, слово такое, чёкнуется умом. Что это за питьё, за чужое здоровье-то? Когда уже своё пропито? Притча 20, затаягла, первый стих. «Вино глумливое, секера буйное, и всякий увлекающийся ими неразумен». Исайя 28, 7. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждённый вином обезумели от секеры. В видениях ошибаются, в суждениях спотыкаются. Но так говорят мирские люди. Так говорят матушки. «Выпьем за папи на здоровье». Это не сходится ни с Писанием, ни с трудами святых отцов, ни с чем, что бодрит и духовно вытягивает из бездн этой православной трясины. «Выпьем за папи на здоровье». Традиция 222. «А выстаивать длинные богослужения». Если бы эту книгу писал человек, который всё сравнил со священным писанием, он бы эти слова далеко объехал. Это я уже отвечаю. «Выстаивать» – так мы понимаем – прорыв к Богу в молении. Стоит вся Россия и достаивает последние порошинки. «Выстаивать длинные богослужения». «Наше время ушло, и уже ничего не сделать. На проповедь не вышли, потому что всё это без Евангелия и строится. На первом месте наши традиции и корни, традиции и предания, традиции и духовность. И главное – выстаивать длинные богослужения». Это я вообще говорю. Страница 242. «Рассуждение о войне совершенно не по писанию». Готовят пушечное мясо. 243. «Рассуждение об иноках. Всё надумано не по писанию. Но зато сходится с традицией настроем людей. С тем, что в них выковывали тысячелетия, что бы вылилось вот в такую хилую, лизоблюдную, злобно-мстительную государственную религию». Воспитана по таким рецептам девочка будет своенравная. Характер она уже показывает. Всё время её нужно доводить до нужной кондиции. Как одеваться, с кем и как дружить. Она уже имеет свои взгляды. И никого. И иного тут ничего в ней нет. Всё мамина. Строгости никакой. Её всё время нужно уговаривать, чтобы она дошла сама. Она будет верховодить в семье и будет кукситься по разным пустякам. Нет ни в чём отказу. И она это усвоила. Как домашняя кошечка, лизунчик. Сирахов, 42, 9. «Дочь для отца – тайная, постоянная забота. И по печенье о ней отгоняет сон. В юности её как бы ни отсвела, в замужности как бы ни опротивила». Сирахов, 7, 26. «Есть у тебя дочери. Имей по печенье о теле их и не показывай им весёлого лица твоего». У меня знакомый один, у него 5 дочерей. Он беспечный такой. Я говорю, что ж ты делаешь-то? У тебя женщин-то полон дом. А ты спишь днём и прочее. Это ничего не то. Многое переписано из одной книжки в другую. И вот объясняют, умудряются, как понятнее донести до детёныша, откуда он произошёл. Когда в таких пестиках, тычинках и яичниках естествоиспытатель Фабр во Франции разъяснять начал, то горожане изгнали его, едва не придав суду за развращение их дочерей. А он о цветках разъяснял, что пестик там. А сегодня такое наглядное пособие считается даже наилучшим. Самое главное – воспитание, страх Божий. Учительница на урок приносит морковку, презервативы раздаёт и показывает, как натягивать. Прямо показывает в фильме. Это что же делается-то? Это ужас. Я перезванился с одним знакомым, полковник КГБ, хороший человек, просто хороший интеллигент с большой буквы. И он говорит, Игнат Тихонович, вы-то не знаете, что делается там в школах, а они-то тоже ничего не могут. У меня внук учится, так он знает больше моего в этом деле. Вот и всё. Второе Коринфянам 7.1. «И так возлюблено, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Серахов 16.1. Серахов где? Может быть не 16, это интернетная версия, а 15. Тут больше почему-то. «Не желай множества негодных детей, не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня». Если нет в них страха Господня. Если этого не посеяно, то всё остальное, когда объект наслаждения окажется на одном уровне, в одной плоскости, уже не удержать. Нужно, чтобы дети страшились общения с миром и не участвовали в греховных разговорах со сверстниками, но постоянно дистанцировались от них». Иахов 4.4. «Прелюбодеи, прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 1 Иоанна 2.15. «Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Это отделённость постоянно проповедуется в житиях святых. В этом, а не в продвинутости в кавычках, и не во всезнании малышей на тайную тему их спасения. Поэтому столько канонов против прелюбодейства и блуда священнослужителей в книге правил. Потому и гомоксессуализм, то есть садомизм, свирепствует среди монашнествующих и даже епископов. Только за совращение малолетних мальчиков в Америке на адвокатов уже заплатили безбрачные католические священники за последние годы более 2 миллиардов долларов. Содрогнитесь хотя бы, если уж не от вонючего греха и не от размера этого Содомского моря, то хотя бы от суммы. Сколько можно было бы Библии сдать на них? Они храмы продают и костёлы. Расплатиться с родителями. Если бы даже по 200 рублей за Библию и то 200 миллионов книг Священного Писания вышло бы на битву с этим самым грехом, который размножался в среде пастырей за незнание и отвержение этого Слова Божия. Что же им книжки Грачёва не помогают? Страх Божий – это основа основ. Ребёнок должен постоянно чувствовать, что он находится в волчьей стае, и ему, как ягнёнку, не волчьи законы нужно усваивать, а учиться на всё отвечать, но быть верным Иисусу и жить под водительством Духа Святого. Серахов, 1, 27, 30 и 2, 10. Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение ему веры и кротость. Не будь недоверчивым к страху перед Господом, и не приступай к нему с разбоённым сердцем. Не возноси себя, чтобы не упасть, и не навлечь бесчестие на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренне к страху Господню, и сердце твое полно лукавства. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжён, и кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто взывал к Нему, и Он презрел Его. Сирахов 10.25 Богат ли кто и славен ли, или беден, похвала их страх Господень. Сирахов 19.18 Всякая мудрость – страх Господень, и во всякой мудрости – исполнение закона. Сирахова 23.36 Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним. Сирахова 25.14 Страх Господень всё превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнён. Сирахова 27.3 Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. Сирахов 40.26.28 Богатство и сила возвышают сердце, но выше того страх Господень. В страхе Господнем нет недостатка, и нет надобности искать при нём помощи. Страх Господень, как благословенный рай, и облекает его всякой славою. Эти и другие хорошие книжки, мечтательность батюшек о том, как бы это могло быть. Но на практике мы видим, что дети священников почти самые негодные, лживые и приспособленцы высшей категории. Они купаются, как сыр в масле. Они вступали в комсомол и в пионеры, и папы их частенько были с партбилетами. Ребёнку же нужно внушать, что верующие – это овцы, а не верующие – волки. И потому не стой в их кругу и не беседуй, и не слушай их похабные анекдоты, и живи целомудренно, потому что Бог наш есть Бог-ревнитель, Бог чистоты и святости. Серахов, 41, 8. Дети грешников бывают, дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Во время войн применяют тактические приёмы наступления, оборона, отступления. И только в одном роде сражения советуется отступать. Речь идёт о блуде. 1 Коринфянам, 6, 18. «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блуде и грешит против собственного тела?» Неужели с 7500 лет человечество всё росло и росло до книг Гречёва, чтобы додуматься, как разъяснить и научить в уникальном жанре детей? Откуда же они всё-таки появились? Это дело может вся природа без всякого научения. Книжки-то интересные. Их можно читать, чтобы попробовать на деле, чтобы убедиться, что ничего путного из этого обучения не получится. По сценарию Грачёвскому не пойдёт. Если страха Божия нет, эти знания будут на полную катушку использованы, но как раз в другом направлении. Нужно хорошо и до пота работать, на самых настоящих работах и жить впроголодь. В книге для мальчиков на странице 186 до 197 образец «православной веры», в кавычках, который так воссиял сыни. А ведь эти герои лучшее, что, видимо, встретилось в православии, это у батюшки Алексея Горчеву. В ответ на приглашение сектантов парень православный лопочет о службах, о монахах, об иконах. Отец как будто лучше мог бы ответить. Да ничуть. Он тут же сооружает экспедицию в монастырь. Юродство и окаянство. Многовековое святое Руси. Святое в кавычках. О монахах, об иконах. И о службе в армии рассуждает, как поп коммунистической закваски. Не слово из Библии. Горе луковое. Лукавое и великое. Дорезе в глазах и в совести, и обиды за этих вождей слепотствующих масс, доверившиеся этим авторам. Высев идет, и плоды растут. Но сходства плодов с задуманным, что хотел получить виноградар, нет и в помине. Исаи 5.2. Ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие плоды. Мальчишка все время с товарищами безбожьими крутится возле школы. И колбасу уплетает в пост. И картинки от них развратные у него находят место. И отец нигде не бьет тревогу. Беги из школы. Домой. Не один там. Не ходи. Бойся. Но нет. Отец воспитывает его широким кругозором всеядности. Чтобы он не был чужим. Чтобы волки признавали этого мнимого ягненка своим. И он бы умел дать сдачу за себя в случае нужды. Даже до имена героев своих отец Алексей берет такие привычные, чтобы и за имя никто не упрекнул. Надежда, Андрей, Сергей. Все налегке. Все для легкого вхождения в этот погибельный мир. Даже имена героев своих. Никто ему ни разу за это не упрекнул. А у нас на Алтае ущреждена премия по имени доролиционного предпринимателя Акинфия Демидова. Геройский знак присваивает Синклетики. То есть у них погибло 10 или 11 сыновей. У нас в общине креста точно покоряется имена Анфир, Ливия, Иеннафа, Иеремия, Терентий, Исааки, Трофим. Вот на сегодня у нас все. Поехали. 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 Продолжение следует...